Показали, что очаг возгорания у меня вот в этом месте. А что здесь было? Здесь же даже на проводку не похоже. Здесь просто висел старый плафон стеклянный. Вон оплавился. Вот это, да? Говорит, у вас тут лампа висела? Говорит, да. Но провод к ней не подходил. Эта лампочка не была запитана током. Версия, что пожар начался с обесточенного места, мягко говоря, смущает Татьяну Миллер. Спустя неделю после произошедшего она еле сдерживает слезы. Женщина купила этот участок всего год назад. Сделал основательный ремонт, и вот требуется новый. Куда серьезнее по затратам. Необходимо заменить кровлю, потолки, проводку, мебель. Примерно просчитывали бюджет. А какой сумме идет? Я даже не представляю еще, если честно. Даже боюсь думать об этом. Потому что я не знаю. У меня вот окна в 50 обошлись. Крыша во сколько обойдется? У нас больше 100 квадратов крыши. Так это мы перекрытие сгорели. Вот у меня угол, тут стену надо переделать полностью. Возгорание началось ночью. Женщина в это время была на смене. А ее 15-летний сын спал у этого окна. Он проснулся от того, что с его слов стекла начали лопаться, трещать. Он думал, будильник зазвонил, чтобы в школу пора. Соскочил, а тут все уже полухает. В каком он сейчас состоянии? Ну, сейчас вроде ничего маленького. Это нормально. Шок прошел. Подростка вытащили соседи. По словам очевидцев, огонь быстро охватил крыши трех зданий. Дома Татьяны, ее гаража и склада торговой сети, который стоит вплотную к гаражу. Приехал на работу, отпросился. Ну, тут уже ходили, смотрели пожарные. Кто были, у ребят спросил, откуда возгорание? Ну, примерно, говорит, со светофора. Сами пожарные говорили. Тут вроде бы посмотрели, все чисто. Говорили, что очаг начался с гаража. Но машина там нормальная, даже вообще ничего. Если бы оттуда горела, может быть, и так. Машина в первую очередь бы пострадала. Сейчас главный вопрос – источник возгорания. Документы, в которых укажут официальную причину пожара, подготовить должны через месяц-полтора, сказал Татьяне пожарный инспектор. И он же пока неофициально сообщил – вина на ее стороне. А это значит, что именно женщина должна будет выплачивать компенсацию дискаунтеру. Но ей все это кажется подозрительным. А понять картину с другой стороны сложно. Сгоревшую кровлю склада торговой сети и часть проводки оперативно убрали. Татьяна собирается нанять адвоката и обратиться в прокуратуру. Она уверена, что это на ее участок пришел огонь. Но обратиться в суд она сможет только после того, как получит заключение. Специалисты должны изучить все обстоятельства, в том числе характер термических повреждений зданий, степень их огнестойкости и соблюдение противопожарных расстояний между постройками. В данном случае расстояния нет никакого. Всегда есть генеральный план, правила землепользования и застройки, в соответствии с которым весь город делится на определенные зоны. Вот есть зона, например, индивидуального жилищного строительства. Есть виды тех зданий, которые там могут располагаться. Но там явно никаких складских помещений быть не может. Поэтому нужно вот это проверять. То есть вообще в принципе склад там и мог располагаться или нет. Насколько законно он. Может он вообще самовольно был построен. Сейчас Татьяна ищет съемное жилье и морально готовится к большим расходам на ремонт, чтобы спасти дом от промерзания и судебным разбирательством. Она надеется, что ей удастся добиться справедливости, чтобы не быть без вины виноватой. Елена Макаренко, Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком.